Дорогие читатели и зрители, этот год оказался, пожалуй, хуже ожиданий. Мы надеялись, что все закончится, а оно вон о чем. Ковидобесы давят антиваксеров, омикрон вытесняет дельту, а мы почему-то не крепчаем, хотя ебут нас ого-го. В 2021 году в мой бюджет поступило значительно больше денег. Только они, к сожалению, принесли не так много радости. Например, я купил много классных настолок со всеми дополнениями, но даже не открывал. Это как-то грустно, поэтому что толку с того, что можешь купить все что угодно на полке магазина, а играть некогда. И дети тоже не выздоравливают от того, что даришь им дорогие игрушки. В этом году вообще со мной произошло какое-то невероятное количество говна, и я второго такого мирского года даже не помню. Все вокруг ломалось, люди не сдерживали обещаний, ну что более неприятно. И органы власти тоже норовили сделать все максимально неудобно, запороть все, что возможно. И это им удалось. Мне даже перешлять не хочется, сколько раз меня там изнасиловал налоговая с приветом от Саксо-банка, чего же говорить о зверях поменьше. Типа Росреестра, МФЦ, соседи по поселку, паспортного стола. Весь год шли какие-то суды, где я оказывался субсидиарным ответчиком и за все взыскали с меня, хотя я был просто инвестор в бизнес. И как-то все, сука, одновременно. Вещи терялись, сифонил кран, ломалась машина, протекал унитаз, забивалась канализация, электричество отключалось, ломалось отопление, даже ебаная кофеварка Неспрессо. Просто что-то неописуемое. Я купил, сука, за год три, три кофеварки Неспрессо. Это Virtua Next, ну, надо признать, там хороший кофе. И за год ломались все три. Ну, как так-то? В июле Озон вместо двух водяных пистолетов перевез мне, блядь, щетку для митья посуды. Потом еще три месяца мне рассказывал, что для возврата денег мне надо вернуть им водяные пистолеты, которые они не привезли. Постоянно одолевал. Ну, это, наверное, не только меня. Служба безопасности Сбербанка и майор и полиция, это новая фишка, да, которые внушали, что разговор записывается, что все конфиденциально. И спрашивали, когда я пользовался картой последний раз. Я им всегда стараюсь разные рассказывать, развиваю навыки сторителлинга. И вчера вот сказал, что последний раз пользовался картой в аптеке, чтобы купить гандон, чтобы тебе, сука, майор, его на голову натянуть. Хотя на самом деле все ерунда. Вот когда кто-то из семьи болеет, сразу понимаешь, что остальное, ну, в общем-то, хуйня. Главное, что все были здоровы. У меня, к сожалению, здоровы были не все, не всегда. Скорее даже наоборот, в основном все болели, даже несколько раз вызывали скорую. Ну, поэтому к концу года я, в общем-то, как-то успокоился и постоянно думаю о том, что могло-то быть все гораздо хуже. Например, вино было бы за 400, а не за 1400. Вот тогда бы я взвыл. Хотя надо признать, тут, наверное, как с безумием, да, если все вокруг окажутся сумасшедшими, значит, дело в тебе. Поэтому я, наоборот, стараюсь думать, что, наверное, я делал что-то не так. И в этом году из-за этого пришлось немало выпить. Ну, и постараться сделать что-то полезное. Потому что, когда самому делать херово, это, в принципе, такой единственный работающий метод, помочь тому, кому хуже. Можно даже советом, разговором или просто подбодрить. Не думайте о том, что кто-то наживается, тебе там 200 рублей нажил. Хер с ними, заработаем. Я вдруг понял, что по мелочи нет смысла торговаться. Как писал Насим Талеб, обращайте внимание на те сделки, где много нулей. А мелкие закрывайте и поезжайте дальше. Потому что, в общем-то, в этом году было же и хорошее. Подорожал только два типа товаров, продовольственные и непродовольственные. Ну, на самом деле, если серьезно, у нас образовалась крутейшая хулиномическая команда. Пока небольшая. В этом году мы постараемся, то есть в новом уже году постараемся радовать вас чем-то крутым и оригинальным. Появились у нас комиксы, появились хули новости. Видосики стали длиннее и интереснее, потому что появились редакторы. Новая чудесная книга у меня вышла. От подвала до стадиона. И через месяц будет официально издана лягушка, слон и брокколи. Так вот, в наступающем 2022 году я хочу вам пожелать того, что и себе. Во-первых, побольше думать о здоровье, потому что без него все остальное не нужно. Не разменяться на мелочи, пить в меру, делать важное, а не срочное, проводить больше времени с друзьями и подругами, но и о женах не забывать. Еще раз хочу сказать спасибо своим читателям и зрителям. Без вас я был бы гораздо беднее. В духовном плане, конечно. С Новым годом, дорогие мои! С Новым годом, дорогие мои! С Новым годом, дорогие мои! Ребята, с Новым годом! 22-й будет лучше!